Ну, давайте, наверное, начнём. Хотя, ну, скажи, после июня, хотя, ну, конечно, работать не будет, всё это выставить будет. Я сегодня расскажу про то, как нам удаётся жить с большим данным, как мы их перевариваем и как мы можем отдавать, особенно, как это происходит. Это разные, интересные события, в общем, города, где она представлена. Не секрет, что это лома практика, и это лома практика нужно как-то обслужить, причём, ну, комфортно для людей. Здравствуйте, я Николай Дзенка. Я в 1974 году работаю, в 2004 года. В основном занимался разработкой по NPHP, ну, с мандатной системой, да? Плюс администрированием занимался, и всё, что там рядом, некоторая даже тема. В ходе до картографии я приходилось заниматься. Вот. Но на данный момент, как я это не попроцентно звучал, я занимаюсь разработкой под мобильные приложения, под iOS, под Android, но в основном Android. И курирую их разработку. Вообще, чтобы было понимание, какие данные объёмы у нас, данные и как мы, где представлены. Группа компании Rudeon, она владеет, ну, где-то примерно регионов 100, у нас представлены 10 сайтов. А аудитория у нас, ну, как первщики подсказывали, на декабре 2016 года, 9 миллионов человек в месяц уникальных. У нас есть много сайтов, то есть на каждый регион есть такой же сайт, ну, всем, наверное, знакомый сайт 74.0, а аналогичные сайты есть в других регионах. И даже в 10 из этих регионов у нас есть реальные офисы. В этих офисах работают продажники, в этих офисах работают журналисты, которые позволяют регуляцию медиаконсенту на сайтах. И, собственно, поэтому они популярны. И я расскажу доклад из двух частей примерно. Первая часть доклада, она состоит из того, какие грабли мы вообще, в это время, в которое я работаю, на какие грабли мы наступали, когда мы работали с вайдами, и к чему мы сейчас пришли. То есть я, вкратце, для тех, кто, может быть, начинает разработку, или для тех, кто уже давно подрабатывает, я скажу такие вещи, которые нужно делать только так. Ну, немножко, но по-другому лучше не делать, потому что, ну, бывает по цене заплаты. Давайте разберемся. Смотрение медиаконтента, о котором я буду говорить, это, ну, разные типы файлов, фото, видео, аудио, документы. Я вот рядом с ними попытался посчитать, там, премьерный размер средних, средних файлов, физический такой, да, этого типа. И получается, что, вот, допустим, картинки у нас, ну, 50 файлов бывает в среднем, и видео, там, в среднем, и мега процентов, это от болты, потому что, ну, сильно разбросы бывает. Аудио у нас, ну, сейчас не бывает, ну, там, в среднем, такой, документы, они совершенно разные, там, какую-то методику, ну, невозможно, кто-то загружает, там, резюме с картинками, там, разных позов и так далее, кто-то просто текстовые документы, там, два слова хочу выполнить, например, если я по поводу смотрю, по поводу. А почему я заходил внимание на размеры файлов, потому что с этим связаны проблемы определенные. Файловые системы даже до того, что там не файловые системы, они тюняют определенный тип файлов, которые вы генируете хранить. При определенных настройках они будут эффективнее работать с маленькими файлами, при определенных с большими. Среднее, ну, это просто среднее. Как вообще происходит обычно? Я думаю, что у всех так. То есть, жизненный цикл файлов. То есть, у нас есть, например, там, человеческий пользователь, который загружает файл, нам его нужно обработать, потом положить куда-то в хранилище, и из этого хранилища потом файлы будет забираться теми же самыми пользователями. Ну, это правильный путь, и под обработкой это понимается на ресайз, коробус, и, ну, какие-то, как раз, ну, картинку бывает нужную, если там, вот, я приватировал. Вот. И нам еще такой есть аппендикс, который нужен для тех, у кого нет хранилища, нужен блокад, потому что, ну, хранилище может когда-нибудь сломаться, и придет проект-менеджер, владелец бизнеса скажет, опа, а где? А вот. Пока у вас сайт, давайте вопрос задам, то есть, наверняка здесь есть много людей, которые разрабатывают какие-то сайты, до каких размеров у вас там максимально сайт разрастался по контенту? Скажем, там, 10-100 гигабайт было у кого-нибудь? 20-100 гигабайт, да? 10? Ну, вот 20-100 гигабайт, тогда мало. Хотя вот в хранифоск, где-то на днях смотрел, они там предоставляют, например, такие объемы с максимумами. Таких объемов, в принципе, можно столкнуться с проблемами, которые я здесь озвучиваю, а можно и не столкнуться, и как грамотно подходить. Есть еще второй вариант обработки, ну, workflow с файлами. Эта обработка, она переносится с момента загрузки, где тут, кнопочка-то? Вот это, наверное, да? Опа. Она с загрузки передается вот сюда, вот, то есть, на отдачах. Такой способ можно использовать, но его нужно использовать, использовать, как бы, в купе с мозгом, потому что зачастую я сталкивался с этим вот на протяжении своей жизни, сталкивался с тем, что приходит запрос на сервер, дай мне картинку, пожалуйста, которую там пользователь загрузил, и у нее в параметрах, там, CW и H, например. И этот запрос проваливается на Burkent, и Burkent поднимает эту картинку и начинает его усиленную, там, экстази. А небольшой benchmark капачевский запускаешь, и, ну, файк пропадает на некоторое время. Перескверт услуживает. Поэтому какие способы возможны, но там есть рецепты, они, в принципе, есть, там, Gs, какие-нибудь модули можно применить. Вот это делается эффективно, там, шиширы можно наложить и прочее. Вот. Проблема, значит, первая, с которой мы столкнулись, то есть это у нас был, там, стартастик, скажем так, был сервер, на этот сервер мы критили, там, программировали, там, у нас был код, и была папочка Apollo, которая, ну, интегрирована Apollo, но их было достаточно много. Вот. Туда загружали пользователи файлов. Эти файлы обрабатывались там, там же скранились, а тут уже раздавались. То есть был один сервер. Проблема была с тем, ну, первая, с которой мы столкнулись, это было очень давно, с тем, что в одной директории не может находиться, там, в файлах больше какого-то количества, по-моему, 65.536 или 535, там, цифра, так как-то. Ну, это очевидное ограничение файлов из скина. Вот. Сейчас уже, конечно, файлов из скина современные от этого ограничения ушли, но в любом случае им, чтобы найти этот файл, нужно, ну, немножко посерьезнее потрудиться, если есть там будущий новый файл в злотной папке. А решение простое, примитивное. Нужно просто файл разбивать, ну, брать несколько от него символов или разбивать по папочке. Таким образом, вы там большую кучу файлов разобьете, ну, на очень большое количество директорий, но на каждой директории файлов будет мало. И ресурсов для того, чтобы там этот файл найти и отдать, гораздо меньше переводится. Хотя, в принципе, есть файл за системой сейчас, которые активизированы, там, на быстрых поисках. То есть, можно их просто использовать, но это специально нужно делать. на обычных картонах поисках, вот такого не знаю. Проблема вторая, которая появилась у нас, когда нам пришлось разделить пакет, который тяжелый, там, где шпи работает, что-то генерирует, и отделить отдельно фронтенд, который фоксирует забросы на динамику, отдает статические файлы и хранит эти файлы. А вот, проблема здесь какая? То есть, картинка загружается у пользователя на фронтенд, фронтенд в боди его, ну, в реквесе, его пропрасывает на бэкэнд, все стандартно, вы его обрабатываете, где шпион у вас есть, и вам его нужно сохранить. А сохранить его вам нужно на фронтенд, который хранит. Как вам его туда загрузили? Это не совсем тривиальный вопрос, но решение тривиальное. Есть такая файловая система, она какая-то сетевая файл система, она работает просто, то есть, вы экспортируете на соседах хранилища те территории, которые вам нужно шарить в контакте с какими-то сетевыми системами, а на бэкэнде вы их просто монтируете, и все, у вас поздачно файловая система появляется на каждом клиенте, на каждом бэкэнде, на любом сервере, который вам надо. Таким образом мы решили эту проблему. Дальше у нас проблема возникла, когда фронтенд не стал справляться, пэкэнд, и то, что пэкэнд тоже не стал справляться, нам все это пришлось масштабировать еще большее количество серверов, и, соответственно, появилось много фронтендов, там несколько фронтендов, между ними опять же тот же самый NFS. А когда в NFS становится много клиентов, много запросов, он начинает жутко лагать, а иногда просто NFS-сервер молча покидает NFS-клиенты и в этом случае NFS-клиенты поступают еще интереснее. Они просто блокируют все операции ввода-вывода. А если они заблокируют все операции ввода-вывода, то любой запрос, который пришел от пользователя на бэкэнде, и хочет взять этот файл, пощупать его как-то или положить туда, этот процесс блокируется. Таким образом мы наедаемся огромным количеством сбросов, и все сервера просто падает. Решение простое на реструктуемый NFS-сервер или реструктуемый NFS-клиенты. Решение простое, я говорю сказать, потому что вынуждены, но так и не будет. Последнее там приближение. Ну и самая такая злая проблема – это когда у нас накапливается огромное количество файлов, это не бит, не 10, не 20 гигабайтов больше, их там становятся терабайты, и банальная операция переноса этих файлов с одного сервера на сервер, они маленькие очень файлы, то есть если вы знаете, маленькие файлы, которые уже, ну, значит, они на дольше, чем большие. Эти файлы все нужно перенести с одного сервера на другой, но при этом мы продолжим работать еще и открывать все это. Математика там получается примерно такая, то есть у нас миллион файлов со 100 гигабайтов, то есть если у нас 100 гигабайтов, то это вообще десятки миллионов файлов занимает, это там несколько дней упакованных занятий. А если еще нужны по сети, то есть, какой другой другой центр, где вообще связь не гарантирована никак, это вообще дисперспективное занятие. есть, правда, клинку в шаге, который я так задавал человеку, как он это нашел. Он сказал, как это нашел. Оно, наверное, по-разному может использоваться, но вот у нас оно применилось. Я, в общем, сейчас не буду произрастать, потому что, возможно, не лсфей. Если кому-то интересно, я расскажу лично. Значит, проблема еще с бэкапом. То есть у нас такое же большое количество файлов, нам нужно там каждый день, например, бэкап делать на всех этих файлов. Это нереальный метод. Ты просто не сделаешь никакой никакой, ну, никак-то не туда зайдешь. Конечно, в итоге, получается, что у нас НДПС помирает, а жить-то нужно как-то, нужно отдавать, пользоваться или обслуживать. И мы задумались, что нам, в наших полупотребностях таких, нужно использовать куток определенного правильного системы, то есть, которая сама бы как-то распределялась, сама нам предоставляла простые интерфейсы для работы с ней. Понятное дело, что тут можно поглубиться в изобретение какого-то велосипеда, но мы не стали этого делать пока. Мы решили поставить просто Excel для этой системы. То есть, каким требованием должна она удовлетворять, чтобы ему пойти просто поискать где-то готовы к тому же штабам. Нам важно то, чтобы она горизонтально масштабировалась. У нас должны собеседования, когда люди приходят, там, один из первых вопросов, что такое штабирование, и ответы бывают негенерально противоположные. Но горизонтальное масштабирование – это круто, это позволяет легко расти, не о задачах каких-то особых усилий. Ну, как бы, долг было. Вот. Ну, вот там, когда о таких масштабах идет речь, все забудло, о речении на такие затраты. Нам нужно обеспечивать высокую доступность. То есть, чтобы в любой момент времени прилетел к нам астероид, там, приземлился у нас, улетел обратно или что-то. Нам нужно, чтобы все эти видеоролики пользователи смотрели. Несмотря ни на что. Ну, в самый важный момент нет backup, потому что мы не знаем, как делать backup на таких огромных количествах файлов. То есть, я не знаю, если кто-то знает, может потом подойти поделиться. Максимальная производительность на чтение. Но это, опять же, при втором пункте. То есть, нам нужно, чтобы с сервера достаточно быстро отдавались эти файлы, чтобы ничего не торгозило. Исключит удаленное IEO в нашем случае нужно было, потому что у нас подразумевает распределенное по России железо и никто вообще, никто, ни один оператор в магистрале, не может вам гарантировать, что у вас будет серязь между дата-центрами. То есть, этой серязи может не быть и может не быть продолжительное время. Соответственно, если мы будем напрямую вымениться с мамочкой лужей то есть, например, один провайдер но даже его одни канады, то есть, у нас просто вся система ляжет, потому что там где-то экскаватор немножко перейдем. Вот. Ну, по масштабированию горизонтально, надо, чтобы максимально дешевое было видовое железо, без каких-нибудь рекламы делать большие гиганты там, файловых историй вот наверное, если наоборот вновь. Изолированная система проекта, ну, это просто такой гриль души, потому что проект сильно растет и в нем сложно становится разбираться. Изолированная система, чтобы через четкий интерфейс с ним работать, чтобы не было внедрения в наш внутренний проект. А возможно потом отдавать как в SaaS сервис. Тоже была такая мысль озолотиться. Возможность распределения практически всему миру, ну, это вообще значительный плюс, даже в деньграх, когда вы можете разместить непосредственно провайдера, там, если у нас в Челябинске смотрят, в интерсвязь, или в дом.ru поставить сервер, они придут, скажут спасибо, потому что у них с экономикой трафика. Ну, и пользователи будут смотреть это не по их, там, тарифу, там, 10 мегабит, допустим, да, а будут смотреть по локалке, там, и дегабит, или сколько там, я оставляю. То есть доступность будет выше. И вот за то время, которое мы работали, у нас, в наших проектах, там, от самого начала и до текущего момента, у нас уже сформировался свой правил, которые я рекомендую всем использовать. и когда у меня там просит какую-то консультацию, типа, а как нам вот это сдавать, а как вот это, вот, в частности, эти правила про работу с файлами, я обязательно завозграю внимание, а, потому что это важно, и это поможет потом, если проект будет расти, поможет не переделывать все очень колоссально, как это делаем мы там и стали. и даже в маленьких проектах тоже помогает. То есть, важное правило у нас, это файлы не меняются вообще. То есть, файл либо создается, либо удаляется. То есть, если вам нужно изменить файл, вы его скачиваете, меняете, вы всегда сами, своим известням, либо кому, как надо вообще абсолютно, и создаете новый файл там, проничь, не важно как он. В момент, когда пользователь загружает файл, вам нужно сразу же определить майн-типового, и, исходя из этих майн-типов, нужно максимально собрать некую информацию, как байк. А для чего это нужно? Потому что, опять же, вот я приведу тот пример, когда пользователи, ну, пользователи вообще, веб-разработчики, отдают файлы, и перед тем, как их отдать, допустим, у них список там новостей, да, они этот список вводят, там 50 новостей на страничке, они должны картинку, ну, ей поставить там в HTML, ширину и высоту. Они, и некоторые, не за то, в цикле делали, где ты мечтаешь на файле. То есть, я такое встречал, и меня это поражало, потому что, это реально задачивало много времени, если это смотреть в список. Если вы эти фразы просили, ну, может быть, вы этого не заметите, а когда это масштабируется, будет протекать в серьезное время. Поэтому, мы всю эту информацию берем сразу же, как только пользователь, загружая этот нам файл, и сохраняем это рядом с файлом. В пасе данных там, в отдельных хранениях можно. Соответственно, на оттаче мы все про файл знаем абсолютно, и можем продать его как угодно, куда угодно, и даже не трогая его физически с подкэнда. В расширении в файл, у нас не часть, из-за каких-либо тайпа, потому что, бывают случаи, когда заливают в файл топ, например, в резине, а там, на самом деле, BDR внутри. То есть, пользователи разные бывают, и, когда скачивается у кого-то другого, это браузер воспринимает, что это, почему-то, док там, да, открыть не может говорить, у вас файл библи, или там, операционная система не понимает. Приходится, не эпидически узнавать. Вот. И, мы это фиксили сначала, а потом по-разному фиксили. А потом в конце концов пришли, что нужно сразу узнать, сразу писать, и сразу узнать правильное имя. В таком случае, все современные веб-серверы, они, когда отдают файл с диска прямо, они смотрят на его расширение, и подставляют это в контентнайт. Соответственно, вам не нужно вообще ничего, отдача никаких ресурсов, тяжелых там, бакленты, чтобы отдать файл. У вас все это делается никакой быстро на контентнер. Файлы, кстати, я тоже, кстати, встречал в некоторых проектах, на дисках, вот, сохраняют файл, прямо именно с таким же именем, ну, может быть, из кейта, что-нибудь, которое загружал пользователей. И там, такая каша просто, файл, он в этой директории лежит. Оно кому-то удобно, что он знает, как файл называется, пользователь скачивает его с таким же именем, с которым загружали, но, работать с этим невозможно. Я уже говорил, что нужно складывать по папкам, и, лучше всего, брать MD5, потому что он нормально распределяется по директориям. То есть, у него он имеет нормальное распределение. И, если вы в одну директорию будете складывать вот такие вот файлы по равному MD5, у вас будет, например, ровное распределение покажетесь в том. Ну, вот мы эти все правила, как бы они у нас в голове были. Те цели, которые я на предыдущем слайде показывал, мы сформировали, но мне не хотелось делать велосипед, потому что, ну, велосипеды много кто изобретал, эти все были разные, кому-то какие-то радости, кому-то какие-то нет, но в конечном итоге мы катаемся все-таки на последних, наверное. Ну, и, если вы разрабатываете свой, у вас может получиться что-то вот такое крутое, да, но вероятность этого, ну, наверное, низка, но возможно. Вы потратите на это кучу времени, кучу бабла, естественно, и прочее. в итоге, конечно, может включиться в казус, у вас получится какой-то такой велосипед, на котором вы потом должны будете ехать, потому что вы запуститесь, и поедете, а передача вам прикроет, и говорит, ну что, запускаемся, и вы едите вот так вот. в итоге. В итоге, мы брали разные системы, и тестировали их по-разному совершенно. Я уже говорил, что у нас требования были, поэтому нам нужно было эти требования проверить. Первый момент, который мы тестировали, на какой-то определенной файловной системе, ну, банально, просто лишали ее электричества, как такое бывает, безызвестные дата-центры, иногда оказываются без электричества. Мы лишаем электричества, таким образом у нас происходит дисбалансинг в пластере, допустим, пластер, какая-то пластерная система, и ее задача какую-то проблему решит. Нам не надо этим заморачивать, мы не хотим это об этом думать. И, разные системы, все по-разному игре. Вторая тема, как мы могли протестировать, это решить сети. Либо, еще на игре, мы могли просто на файлболе где-нибудь там между слайдерами сказать, пожалуйста, эти пакеты дропай, не reject, а дропай. Кто не знает, когда пакет rejectится файлболом, сразу же вам приходит, вы и пинк делаете, ну не пинк, коннект делаете, вам сразу делается, и дается ответ, и reject. А когда делается файлбол, ваш пакет, в принципе, генерирует. А клиентская машина, она, ну, в зависимости от какого-нибудь, отдого и примаута, она сидит и ждет, кто же едет, когда. В продакшн-системе, когда приходят там по тысячами запросов в секунду, это накаживается, ну, достаточно быстро, и, как я говорил, все падает. Ну, плюс есть еще один способ, как вот это вот, девушка делает, это вандализм. Бывают случаи, ну, у меня несколько раз такое было, я просто захожу в консоль, там, допустим, нажимаю вверх, потому что я знал, что я там делал операцию, она мне быстро не отвлекается, я делал еще раз, нажимаю вон там, а там был какой-нибудь директор, а я не в память на директор, а вот, я лягте на раз, как базу включил, случайно, по продакшнему, а вот, ну, это было дорого, правда, Нет, тогда у нас данных было много, мы их пока перевосстановили сразу. В данном случае тяжело. Чем мы тестировали? Мы на самом начальном этапе, это было давненько уже, пробовали запустить GWT. Это чуть ли не в игре, где-то в Linux встроенная такая штура, которая рефлексирует любые изменения на блочном уровне. На дисках. То есть, вы что-то там файловую систему пишете, она не знает, сущности файлов у нее нет, у нее есть просто сущность, блок, санкция ли вы правильная. Она это все по сети сбрасывает, куда нужно, куда вы настроите. Но мы столкнулись с тем, что на большом количестве изменений она попадала, ну либо не успевала на что-то делать. Пока вы видите, но тогда он даже не испортится с ним вместе. Бустер и FES, вот честно скажу, я не помню. Я просто сейчас перечислил на маме этот блок и все. И некоторые из этих систем, они по большому счету уже изменились, и те проблемы, которые у нас тогда были с ними, они, возможно, как-то исправились. Но тайно-попредельная мрака. Бустер и FES у нас, по-моему, запускали, и он, ну там, часть пластера убираешь, и он уделяет что-то, потому что там что-то пишут, потому что не успевает. Нет, тогда. Это самая, да? Ну, это самая, да? А, ну, отлично. Но я звук грустера не смог выяснить. На Luz3FS я зашел на сайт, честно, на прошлой неделе, посмотрел. Проблема, с которой мы сталкивались, была в том, что у них пластер. Там есть несколько ролей у разных серверов, и там есть одна незаменимая штука — метод data server. Она была когда на тот момент незаменимая, а сейчас они придумали штуку, которая позволяет другой какой-то роли принять на себя функцию вот этой роли в случае, там, фаркапа, первой роли. Вот. И... Ну, я не поверял. Они заявили эту штуку, наверное, сейчас лучше. Но у нас бывает еще вторая проблема. Там, при большой нагрузке, просто гигабит, он почему-то не справлялся. У нас, мы покупали, у нас прямо в офисе стояли такие сервера, у них были вот, например, интеловские гигабиты, и все это там было по локации, именно, и на этом тестировали. Но Luz3FS, они прямо заявляют, у нас типа круто, когда они не дали. Но мы не стали это делать, у нас все полтора, короче. Ну и непонятно, непредсказуемо, что будет дальше. Можно, конечно, пытаться на... Ну и ее как-нибудь, но мы не смогли. Мы смогли только в сфорку с этими проблемами. А вот вторая проблема, как раз при втыкании Luz3FS, главный, это методатный сервер. Мы просто теряли хранилище, то есть все дочки монтировали, они потрясали. Вот. Вот. Мы от всего этого отошли, потестировали долгопомущих, и придумали такую вот схему. Вот все, что находится в желтом укладателе, это новая система распределенного хранилища. А то, что слева, это приложение и пользователи. То есть то того, как мы эту штуку сделали, у нас все работало вот без желтого укладателя. То есть пользователь загружается приложение, и приложение же собирает файл. Ну, в примитивном случае приложение – это какой-то сервис в каком-то дата-центре. Чем характерна вот эта наша новая система, которую мы разработали? Там было три роли службы. Первая служба – это клиент-контроллер, вторая роль – это зон-контроллер, и третья роль – это скорость-контроллер. А клиент-контроллер – это такая штука, которая находится рядом с приложением, она находится прямо в том же дата-центре, там чуть ли не на тех же серверах, для того, чтобы обеспечить доступность в любом времени. Потому что нам надо либо в симки положить запрос, там, команду, чтобы запустить такой файл, либо в симки, но мы не можем долго ждать. Мы нагрузили систему этой задачки, и дальше ее проблемы. Она должна решать эти задачи. Вот. Это роль находится в каждом дата-центре, рядом с приложениями и сервисами. А две остальные роли – зон-контроллеры, сторич-контроллеры – они раньше тем, что их можно раскидать вообще по всему миру, там, на разные сервера, и они будут работать. Нам кофе, как они уже с собой будут общаться, потому что они сами занимаются длинной. И даже если где-то там не будет связи, например, там, вот этой связи не будет, или вот этой не будет, или даже вот этой не будет, или вот этой не будет. Нам не важно. Она просто, когда появится связь, она выполнит эту задачу и все. А зон-контроллеры просто распределяют, это роль, которая занимается хранением, по сути. то есть это главный такой юнит в системе, который распределяет команды между своими стораджами, допустим, вот у нас два стораджа под каждую зону, и мы сохраняем, получается, сразу дубль. То есть у нас в одном сторадже есть, и в другом сторадже есть. И зона об этом узнает, и она знает, что она гарантированно сейчас имеет две копии файлов. И с этих же двух копий она может эти файлы задавать. После этого она сообщает об этом клиенту, клиент для приложения. Ну, вот тут более подробно расписан процесс, то есть в 7 этапах производится губка файлов. Это внутри самой системы. То есть только первый и седьмой этап запрограммировали приложения в сервисах, в сайте, и все остальное работает внутри среднего хранения. То есть приложение говорит системе, что мне нужно сохранить вот какой-то файл, и дарил ссылку на этот файл у себя. Оно у него, потому что лежит на временном сервере хранения. И говорит ссылку, по которой нужно прийти, сообщить о результате этой работы. То есть команду дали, ее нужно либо выполнить, либо сказать, я не могу ли, потому что что-то, я не знаю. То есть что-то нужно сообщить. Поэтому колбеку она придет в приложение и скажет, я смогла, или я не осидала. А клиентка-доллер, когда у него появится там связь, она может быть всегда, может быть, выберет какую-либо из зон по раунд-допин, чем распределяем приход. Клиентка-доллер просто приходит в зону и говорит, вот мне нужно сохранить такой файл. И все. Вот эти вот операции, они простые. То есть там нет такого, что нового горя ждет. То есть приложение соединяется с клиентом, сказало, а мне нужно сохранить. Клиент сказал, окей, сохранили, и ответил. Все. На этом сеанс связи у них окончился, и приложение можно дальше работать. Клиент, который точно так же общается с зоной, то есть подала команду, та сказала, окей, приняла. А если она хочет что-то ему сказать, что я не могу, там, или я смогла, она это потом сделает на синхронах. И так же общается с зоной с сторожем. Зона раздает задачи сторожем, их может быть два, их может быть один, их может быть десять, сколько вам нужно резервировать, вы сколько их задаете. А сторожи сами не путаются в приложение, скачивают картинку, у себя сохраняют, и на четвертом этапе они сообщают об успешной загрузке в хранилище. О чем функционально сообщает клиенту, а клиент сообщает Google Play по вызовамам, вот этим, но обычным, как любой запросам, в приложение. И приложение таким образом удаляет свой временный файл, очищая временное хранилище, и сохраняет у себя в базе ссылку на новый файл на уже сторожи. Чего мы получаем в итоге? В итоге мы получаем простую очень систему, которая масштабируется достаточно легко, а также есть какой-то процесс загрузки, который, ну, черная коробка, никому не известно, и как она работает, кто про это делал, тот знает. Но в следующем итоге мы гарантируем, что если мы приняли задачу на загрузку в пайлот, мы его загрузим какое-то время, гарантированное, гарантированное, это уже зависит от того, как вы свяжете эти узлы. Нам не важно по времени, нам пофиг по этому, ну, в среднем они загружаются, скажем так. И мы таким образом можем раздавать файлы абсолютно из другой точки мира, потому что после окончания загрузки файлов у нас файлы хранятся в нескольких экземплярах на сторожи, которые могут быть распределены по миру, и трафик не упирается там в одного какого-нибудь провайдера, интернер, магистрального провайдера, в валютный тадоцентр, никуда не упирается. Вот. И... У нас автобекап. То есть, прогресса с бекапом нет. Один сервер умер, мы просто взяли, остановили зону, скопировали полностью сервер, у нас бекап остановился. На данный момент картина у нас примерно следующая. У нас есть вот этих вот зон 36, ну, вот этих вот зоненьких коробочек, 36 штук у нас в вызывании резервирования. Каждую зону мы взбиваем на 100 гигабайт. Почему? Я уже объяснял, может быть, кто-то догадался. Взбиваем на 100 гигабайт, это монолитный файл, имидж файл, который анонтируется, там, на сервере, полный адрес верной. И... что происходит? То есть, если нам нужно какую-то зону, какое-то причине перенести с сервера на сервер, мы в зон-контроллере говорим, ты пока стой, на резонной, допустим, да? И... просто копируем 100 гигабайт файлов. Он копируется быстро, потому что он один. То есть, сколько у нас сеть позволит, он за сколько и скопируется. И... поправили фонтик, где у нас сейчас этот файл лежит, и сказали, все, ты можешь работать дальше. То есть, перенос происходит, так сказать, очень легко, причем, если это все автоматизировалось скриптами, выполняется там одной-двумя командирами. Идем как результатное масштабирование, то есть, мы... сейчас вот, допустим, придут, у нас там еще сервера, мы еще допустим несколько зонов, у нас еще пойдет файл. Добавляться. Ну, и распределено это все по нескольким дата-центрам, то есть, мы не зависим сейчас от дата-центра. Опа-файл, по крайней мере. То есть, мы его в любое мнение можем раздавать где угодно. Это график, я вчера скопировал. График справа наверху, это очередь запросов, очередь команд, скажем так, в одном из клиентов. То есть, копейки их немного, потому что все распределено, ну и фактически их не сильно много, по сути, на дублгейнерном удалении и прочее. С одного из серверов, который раздает картинки, вот график такой, то есть, там где-то вот в пятницу, что-то видимо было. Потому что скричок был графика на одном из серверов, вот такой вот. На других, скорее всего, даже так же было, потому что оно распределено и дублируется. А вот. А слева видно, как хорошо работает Round Robin. Если вы посмотрите вот на вот эти графики, которые идут снизу, то видно, что равномерно растет количество объем файлов, объем хранилища каждой зоны, потому что мы равномерно набираем. Ну, в общем-то, вот так. То есть, почему я говорил о доступности, почему я говорил о том, что нужно стараться не зависеть от каналов, нужно обеспечивать распределенность. Потому что бывают такие ситуации. Вот, допустим, в 2009 году, в марте, была непосредственно там авария. Crossfire у нас на лонгполе столкнулся. А у нас тогда команда любви. Потому что все почему-то хотели смотреть это видео, которое там где-то с видеорегистраторами или с какой-то камерой выложили у нас на сайте. Канал не лег, все стало тупить. И, в общем, динамик, даже в тупик. Канал тот же. И тогда у нас еще всего не было. Мы ощутили серьезную проблему. Одиннадцатый год, получается, да? Сентябре, сентябре, на школьный день был праздник у нас в виде промо-атаки в Челябинске. Соответственно, что было очень много видосов, очень много фотографий, картинок и прочего, и люди очень активно их смотрели. И небезобесных героев, поэтому уже хибером они были нашим определенным прамилищем, нам было офиг. Что он пролетел, что он не пролетел, у кого-то здание поросится, а у нас видео-атаки. Вот. Спасибо за внимание. На правах рекламы, рекламы, рекламы. Хочу сказать, что у нас и здесь его надоело. Многие, даже сих пор рассказывали очень интересные примеры того, как он начинает посылать в конце концов клиентов. Я не удивлюсь, если программистам это все тоже надоедает рутиной, эти коммерческие проекты. У нас проекты интересные в плане программирования, в плане реализации каких-то фич, и если у вас есть активное желание, если вам интересны именно разрабатанные серьезные штуки, которые вот так вот эффективно работают, то теперь там можете их просто задавать. Спасибо. Вопросы, наверное, уверен, что будут. Один вопрос. Сказали, что ПКП нам нужен, но по сути решения ПКП они не представляют, потому что если данные были уголовными нашими пользователями, допоминают это, то они удалены со всех узлов, и это было нормально, ПКП. И, конечно, в систему, когда в программу загрался баг. Да, и удалил, допустим. Такая ситуация бывает. На самом деле на первое время у нас был хитрый хак, а мы в районе не удаляли. то есть у нас была оппонентка сзади и мы были довольны. То есть Facebook вообще правильно играет? А? Facebook вообще правильно играет? Нет, я про временные говорю. То есть у нас пайл сначала загружается на временный сервер и отдается оттуда. Потом приложение посылает команду в это распределенное хранительство, что нужно файл сохранить, она сохраняет и мы можем время на него наносить. По большому счету мы можем не удалять файл, поскольку у нас по-моему в некоторых сервисах вообще объекты не удаляются. Суппользователь может и Facebook так же сделать. Ну, они хотя бы говорят. Второй вопрос есть? Нет, на самом деле если нам пользователи напишут, скажут, что долили наши персональные данные и все, мы долили еще раз. Мы же с законом нормально. Как иначе. Второй вопрос, почему не использовали NetApp и D&C что еще? Еще раз. Ну, есть вендоры стройши А, понял. Ну, я не стал называть бренды, но ты назвал где-то новые. на самом деле есть примеры их использования и по-моему я так сделал когда-нибудь это было по-моему они у них где-то палятся в офисе по-моему они чем не хороши то есть можно взять ту же самую бюсту она сейчас, наверное, работает даже нормально без ошибок всяких там и ее использовать но понимаешь когда вот опять же shift ну что же shift у тебя где-то как-то непонятный какой-то объем чего-то я вот начинаю нервничать потому что я вообще абсолютно не понимаю как мне в случае чего это куда-то перенести там или еще что-то когда оно начнет тупить оно начинает тупить как правило потому что оно на все случаи жизни не работает когда оно начинает тупить ты ничего не можешь сделать абсолютно потому что оно все закрытое пропоритарное там и прочее и ты можешь пойти замаловаться но так как там много таких они могут забить что есть много недорого там ценники конечно с нашими ценниками мы не продаем но для себя внутренне мы понимаем что это очень дешево и николай а можно про клиентскую немножко вот мы разместили файл на сторож сделали транзакцию распределенную вот у нас есть клиент раут и вот две странички динамички раут программы вычисляется ближайшая доступность сторож то есть вы даете прямая ссылка на этот файл или как вообще это происходит или это через феширующий фронтент какой-то что придается ну там можно крутить конечно как хочешь ну а сейчас то как то есть вот вот здесь там сейчас просто там есть ссылка постоянная по которой будет ходить если там дата-центр упал можно ручную из ДНС распределить через 10 минут через 5 то есть у вас моносировка ДНС да ну по большому счету ты же сам понимаешь что нет никаких проблем поставить крутую железку и забить на это которая сама придется все это взять ну несколько железок тогда в каждом несколько да то есть как бы у вас такой недо цдр еще недо цдр да но распределен нету нету то есть если у вас действительно что-то ряжет ну как бы основные вещи работают но часть клиентов данные не видят ну какой-то ну маленький ну по большому счету кстати вот вы мне на днях в начале рассказывал что современные браузеры они когда получают два ручника на определенное имя при гризоле на первый долбятся ему говорят а нет недоступен он он же честно пойдет а второй как-то пойдет как-то пойдет ну можно это делать через заездку можно это делать с помощью крутых железок можно самому как-то автоматизировать отслеживать работоспособность это не проблема то есть мониторинг есть просто по триггеру что-то делать можно фон есть очень удобно я хотел бы услышать а вы давно вот эту систему вообще начали делать просто на сегодняшний день есть по меньшей мере вот я знаю три open-source решения для организации распределенных облачных хранилищ и вы по сути написали четвертое закрытое вот звучит давно на самом деле несколько лет назад она уже только работает ну а чем open-source на нее устроили не было не было я же говорю единственные распределенные файловые системы которые мы нашли это были вот эти три а мы еще использовали только тут был коллап они не используют его нотики мы ее пытались сделать то есть у вас ведь по сути не просто распределенная файловая система у вас по сути файловое хранилище которое имеет дополнительные всякие функции да наполнит там про всякие майн типы там и прочее и все плюс там распределение по зонам и все плотче то есть сегодня это все можно сделать просто раскатав собственное решение из коробки причем не одно например то есть 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 проблема всех трех ну как то есть компания которая предоставляет допустим но мы пересечемся уже уже перенюга поэтому наверное последний вопрос спасибо 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 спасибо